Привет, друзья! Сегодня готовлю рецепты из ТикТока, очень вирусные и популярные, 100 лет уже хочу их повторить, только сейчас руки дошли. И первым буду готовить знаменитый облачный хлеб. По идее он должен получиться мягким, воздушным, пушистым, и для его приготовления я специально купила себе новенький миксер. Этот уже помощнее того, что у меня был, обязательно хотела ручной, и купила я его намного дешевле рыночной цены средней. Рассказываю, как. При выборе любой техники захожу на Е-каталог, в поиске ввожу название техники, которую хочу купить. Если еще точно не определились с товаром, в фильтрах указываю тип, ручной миксер мне нужен, насадки, производители еще меня интересуют. Также важна мощность, и подбираем. Все понравившиеся модели добавляю в сравнение. Теперь можно удобно сравнить абсолютно все характеристики. Всегда читаю отзывы, это очень помогает прям. Теперь самое важное, смотрим цены, очень сильно варьируется. Выбираю сортировку по цене, и смотрим, где можем купить самый дешевый миксер. Переходим в магазин и покупаем. Я так сэкономила почти 1000 гривен. Е-каталог представлен в Украине, России и Казахстане. Выбирайте товары, удобно и экономьте. Ссылка в описании. Ну а мы возвращаемся к нашему облачному хлебу. Понадобятся просто банальные ингредиенты. Это белок, отделяем его от желтка. Понадобится 3 штуки, это плюс-минус 100 грамм. Взбиваем до появления пены. Теперь постепенно добавляю сахар частями и чуть-чуть ванильного сахара или ванилина. Когда масса получилась уже настолько пышной, добавляю кукурузный крахмал. И еще раз все взбиваю. Ну вот и все, красота масса получилась плотной, при этом глянцевой и красивой. Теперь половину массы выкладываю на противень. Из нее нужно сформировать первую часть хлеба. Как бы странно это не звучало. А эту часть хочу сделать цветной, поэтому добавлю немножечко красителя. И слегка перемешиваю. На упаковке написано, что это фиолетовый краситель. Ха-ха. И вторая часть. Согласна, странно это все выглядит, но сейчас я попробую сформировать из этого что-то красивое. Ну пока что да, это действительно какой-то странный на вид облачко, которое пахнет ванилью. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Самое безумно интересно. Отправляем в духовку на полчаса примерно, на 150 градусов. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой реально на хлебушек похож. Интересно, осядет он сейчас или нет. Такой легкий. Ладно, пускай немного остынет. Итак, что мы тут имеем? Пахнет сладким яйцом. Или чем-то бисквитным. Ну что ж, разломаем. О, классно. В некоторых местах плохо растворился краситель, но в принципе это прикольно. Все, никак руки не доходили у меня попробовать эту штуку. Классно так отламывается. Это надо показывать. Десерт антистресс. Зачем кто-то говорил, что это вкусно? Как по мне, то эта штука просто несъедобная. Ради интереса, конечно, можете приготовить эту штуку, потому что консистенция суфле радует глаз, так скажем. А знаете, в чем самый огромный минус? Я даже не ожидала. Понятно, что этот десерт пахнет яйцом и никаким ванильным сахаром его не перебить. Но самое противное в этом блюде, это отчетливый вкус крахмала во рту. Я до сих пор его чувствую. В общем-то, странная странность. Не верьте никому, кто говорит, что это может быть вкусно. Но у меня интерес только разыгрался, поэтому готовим дальше. Макароны в сырном соусе. Но для соуса нам сначала нужно сварить вот такие кукурузные палочки читтос. Да, именно сварить эти палочки в воде. Скорее всего, вы видели этот рецепт. Он довольно-таки странный, и я безумно хочу его повторить. Учитывая предыдущий опыт, делаю маленькую порцию, чтобы, если что, не жалко было выбросить. И отправляю кукурузные палочки в воду. Их нужно достаточно много. Вот на такое маленькое количество воды, наверное, вся пачка уйдет. Растворяйтесь. Действительно, буквально минутка, и все, оно растворилось. Следующая партия. Вот и все, вся пачка. Здесь, конечно, остались крупинки, но по идее они растворятся во время приготовления макарон. Закидываю макарошки. И варить их нужно до готовности. Сколько? Ну, еще чуть-чуть. И все, этого хватит. А теперь, периодически помешивая всю эту абсолютно непонятную штуку, ждем, пока макароны полностью сварятся. И лишняя вода испарится. Ну что ж, паста должна была вариться до 10 минут, но я оставила еще на несколько минут, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Посмотрите, это даже достойно выглядит. Макароны в хорошем соусе. Вот мне интересно, как можно было до этого задуматься. Они практически ничем не пахнут. Куда-то подевался этот ароматизатор, потому что, когда открываешь пачку вот этих чипсов, не чипсов, а кукурузных палочек, то, конечно, сырный запах такой химозный немножечко бьет в нос. Здесь же такого нету. Вот знаете что, я не могу назвать эти макароны несъедобными. Но и вкусными однозначно тоже их обозвать нельзя. Как можно было додуматься сварить кукурузные палочки в воде, потом еще макароны туда забросить? Кстати, я знаю, с чем сравнить этот получившийся соус для макарон. Есть такие очень дешевые азиатские заправки для токпоков и для макарошек. Вот это получилась практически данная заправка, крахмальная такая, не слишком насыщенная, правда, плюс с небольшим кукурузным привкусом. Короче, это получилось немножко интереснее, чем предыдущие блюда, но самое интересное я оставила на десерт, так скажем. У нас будет сладкая курица в Кока-Коле. Для курицы в Кока-Коле мне, конечно же, понадобится курица. Можно брать куриные крылышки. Здесь же вот такие небольшие ножки. Возьму всего 5 штук, опять же, чтобы минимизировать риски. Несколько ложек соевого соуса. Мясо должно немножко пропитаться соевым соусом. Обжариваем курочку до золотистости. Вот такого легкого аппетитного румянца вполне достаточно. Теперь же сюда добавляем кетчуп. Это по желанию. В одних рецептах есть он, в других нет. И да, заливаем все колой. Прямо хорошо так. Ждем, пока курица сварится в Коколе, после чего жидкость должна испариться и останется сахарная глазурь на курице. А ну-ка посмотрим, что тут у нас получается. Соус уже отлично загустел. Это же не знаю, сколько времени прошло. Я просто периодически их помешиваю. Может, минут 20. Где-то так. Ну, еще немножко. Еще чуть-чуть. Соус должен стать очень густым и вкусненько так обволакивать курицу. Ну, что я здесь могу сказать? На последнем этапе приготовления курицы я немножечко отвлеклась. И весь этот соус загустел в большей мере, чем этого требовалось. Я попробую эту ножку в таком виде. Возможно, не придется переделывать. Это вкусно. Это реально очень вкусно. Если вы любите мясо в разной сладкой глазури, то советую взять на заметку колу. Очень подходящий для этой цели напиток, как оказалось. Сюда бы еще чего-то острого, и действительно получается такой азиатский стайл. Вкус колы настолько минимальный, что даже скорее прям еле-еле уловимый. Но, тем не менее, это интересное сочетание. Я безумно рада, что попробовала. Была скептически сначала настроена. Остринка приветствуется. Как прекрасно этот вкус у меня ассоциируется с Таиландом. И, в принципе, ничего негативного вызывать не может, наверное. Очень приятно меня удивил этот рецепт, даже несмотря на то, что я пережарила глазурь в конце. Думаю, обязательно повторю его. А напоследок хочу показать вам очень популярный рецепт так называемых сгущенных трюфелей. И это уже заведомо хороший рецепт. Мне понадобится 120 грамм сгущенного молока. Я буду делать маленькую порцию. Если хотите, удваивайте. Теперь нужно нагреть его. При нагревании сгущенка станет жидкой. Это нормально. Вмешиваю сюда 40 грамм какао. Удобнее всего делать это венчиком. И ничего не нужно просеивать. Просто все сразу соединили, вмешали. Так даже легче. Сейчас масса уже станет очень аппетитной. Теперь ложкой еще немного перемешаю. В пищевую пленку немного присыпаю какао. И перекладываю сюда массу. Масса очень быстро застывает. Можно положить в холодильник ненадолго. Мне кажется, это не обязательно. Руки немножко припыляю какао. И формирую шарик. Как истинный трюфель обваливаю его в какао немножко. Его следует вот так хорошо покатать в руке, чтобы он не был слишком горьким из-за большого количества какао. В итоге получаются вот такие конфетки. Я пока только четыре сделала. Настолько эластичные. Это очень вкусно. Если положить их в холодильник, они будут иметь более твердую консистенцию. Может показаться, что из-за сгущенного молока конфета слишком сладкая, но это совсем не так. Она не приторная, жевательная, имеет такой сбалансированный шоколадный вкус. Я уже вторую съела. Советую. Действительно хороший рецепт. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось такое интересное видео с проверками рецептов из ТикТока. Я просто очень сильно хотела это приготовить и просто находила повод. Может, не все рецепты сегодня были вкусными, но в целом сам процесс был мне очень интересен. Надеюсь, вам тоже. Спасибо, друзья, что посмотрели видео. До скорого. Пока.